Она встречала со школы. У неё было очень плохое настроение. Как же вы все достали. Лили, дай списать. Лили, дай тетрадь. Угости яблоком. По дороге домой она повстречала своего одноклассника. Опять сейчас что-нибудь просить будет. Лили, привет. Ну, не можешь дать позвонить? У меня батарейка села, и я не могу уехать. Тут Лили буквально закипела. Иди к чёрту, Том. Идите вы все к чёрту. А? Да что не так с ней? Она пришла домой, легла в кровать и стала думать. Как было бы здорово, если бы её никто не трогал, не мучил своими вопросами. Ни одноклассники, ни учителя с их глупыми домашними заданиями, ни родители с их уборкой. Достали все. Всё это время в комнату стучали. Лили, дочка, не могла бы ты помочь мне? Нет, я делаю уроки. Она повернулась на бок и уснула. На следующее утро она пошла в школу всё с тем же плохим настроением. Тут она услышала чей-то смешок. Возле дороги стоял старичок и хихикал. Тут он внезапно сказал. Любое желание в обмен на душу. Да я всё отдам за тишину и покой, чтобы не доставали меня все. Хотя зачем я ему говорю? Очередной сумасшедшей. На уроке её осмотрел такой сильный сон, что она не заметила, как уснула. А проснулась она от холода и звенящей тишины. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok